итак здравствуйте дорогие интернет-зрители с вами как всегда скубер только это не очередная серия какого-либо прохождения а это вот ну что-то типа блога да как я вам и обещал в последней серии прохождения колина макрея по мере возможности вот буду я что-то такое выкладывать на канал ну дабы меня совсем не забыли вот ну и соответственно чуть-чуть вас порадовать чуть-чуть самому порадоваться сразу прошу прощения за качество записи за звук за возможный рассинхрон его видео и звука потому что пишу я на не до ноутбуки hp своем которые с собой взял это нетбук старенький совсем не убрал в 2011 году еще вот и он очень слабый благо что и такая возможность есть поэтому вы уж строго не судите за это вот это как ни странно вторая запись я вот буквально 15 минут назад уже все это записал и у меня ноутбук выключился я забыл зарядки подключить и кончилось питание у меня вырубился все это насмарку пошло но в обычных условиях я бы все это просто склеил а сейчас у меня нету такой возможности и поэтому я пишу опять же все один дублем скажем так вот поэтому надеюсь что сейчас никаких форс-мажоров не будет ноутбук мы просто не тянет он никакие программы тяжеловесные там работы с видео с фото ну он просто вот существует ради того чтобы это существовать вот его можно включить и выключить все что сложнее с трудом выполняет задания таки вот поэтому ну еще раз прошу прощения ну что хотелось бы сказать сейчас я нахожусь на сахалине уже вчера 18 18 числа 17 января 2016 года я прилетел сюда где-то в обед ну и сейчас я нахожусь в гостиничном номере я сейчас жду когда придет сюда пароход потому что он должен был прийти в корсаков это порт немножко южнее самого южно-сахалинска вот ну если кто представляет как как вообще и где сахалин сам находится то думаю поймут вот и сейчас здесь творится настоящий кошмар то есть вчера когда я сюда уезжал с приморья у себя с города выезжал это же самое творилось у нас то есть снег пурга юга метель там апокалипсис такой страшный прямо кадры из фильмов послезавтра сплывали перед глазами сюда вчера прилетел все было тихо спокойно никакого ветра снега дождя уж тем более но сегодня вот этот циклон видимо дошел сюда и за окном творится кошмар я вам показал может быть но пока я тут тестировал звук запись видео и предыдущую неудачную попытку делал записи уже стемнело и за окном уже темно окно расположено вот но я его наверно показывать не буду что там темно и страшно ветер дует снег метет люди такие как суслики бегают вот ну и в общем вот сейчас этот самый пароход он да он там возле корсакова на рейде стоит и сейчас там штормовое предупреждение естественно ну и вроде как мы сказали до четверга это все будет тянутся может быть если погода раньше наладится может быть раньше смогу туда попасть ну благо здесь вот есть вай фай я сейчас запишу этот видеоблог вот мы постараюсь вот здесь выложить постараюсь чтобы он был не длиннее 10 минут потому что там уже видео будет тяжеловесным и вообще хрен знает загружу его сюда тогда или нет точнее здесь вот про видеоблоги тоже помните в каком-то видео вам говорил что не понимаю я кто-то сидит и на камеру там наговаривает ну в общем на своих проблемах своих каких-то удачах счастье прочее вот не понимаете по таких видеоблогеров но вот видите волею судьбы самому пришлось этим сейчас заниматься но думаю лучше так чем никак вот скажу еще пару слов о непосредственно основной моей деятельности на канале именно о прохождении вряд ли мне придется их записывать точнее как не придется а вряд ли их вообще смогу даже технически записать опять же говорю этот не до ноутбук он ничего кроме самого себя на гре рабочего стола не тянет и например запустить на нем эмулятор первой сонки я еще смогу это не все игры он тянет вот это это если все все абсолютно там отключать то есть графика там скорее всего будет даже хуже чем на реальном железе на playstation 1 вот а уж с обе сам так и подавно ничем потянет он просто просто расплавится и растекется поверхности стола тихо мирно вот поэтому прохождение скорее всего не будет если вдруг что-то изменится получится конечно я сделаю хуже не будет выкладывать но не хочу вас обнадеживать на этот счет поэтому сейчас говорю что вряд ли возможно серии чем получится все готовы хорошая платформа подходит нам ностальгическая такая вот так что попробую может быть себе чуть не получится здесь вот пока я нахожусь гостиницы вай-фай есть но я здесь буду находиться ну максимум несколько дней там 23 потом я когда попаду на пароход я не знаю если там интернет если есть только поверь позволит на что-то делать или нет если есть прекрасно конечно по крайней мере какие-то блогики я смогу выкладывать на канале видос там с корабля записать до суммы с самого вот и выложить это хорошо если нет то тогда придется ну может в порту где-то в каком-то куда мы будем заходить будет интернет вай-фай мы будем работать ну то есть это не не рыбацкое судно это транспортное то то есть будем перевозить разные виды товаров каких-то может быть вещей продукты в общем не знаю даже сейчас пока что мы будем возить соответственно будем просто из пункта а в пункт б это все дело перетаскивать соответственно будем часто на берегу я буду находиться и в каком-то из портов вполне возможно будет интернет и там смогу что-либо выложить записать то в принципе я смогу ну вот в таком качестве которое сейчас вы наблюдаете вот улучшить его вряд ли тоже получится так что посмотрим пока сам еще не знаю как оно что там будет вот было конечно неплохо если был бы на судне вай-фай но не факт далеко не факт ну а пока я здесь вот нахожусь вчера я прилетел в обед будут проходим разные там процедуры связанные с трудоустройством непосредственно общем документы проверяли туда сюда белого по кабинетам взад-вперед вверх-вниз как у жаленый носился тоже мне тут разные диктовали надиктовывали что то нельзя это нельзя техника безопасности охрана труда что алкоголь зло табак там курить нельзя на котики нельзя я конечно печали очень вот как же не дорожку задуть вот некой шучу я не колюсь тяжелой на какой короче не привлекаюсь бухнуть этот дачу там даже и бухать за короче ничего нельзя вот спать нельзя на спайс можно только вот который в дюне дюна можно спать спать который который другой спать тот категорически сразу увольнение просто сразу только что-то спать сразу с планеты удаляют хотя нет не спонят опять продюновский спать ну в общем вы поняли ничего нельзя такое впечатление вообще у меня вчера было что я попал какой-то знаете вот секретное такое не делать на эти подписку они разглашение там тайм каких-то внутри внутренняя политика компании позволяет рассказывать о том чем она занимается вот прям вот у меня впечатление было такое хотя никогда не был секретных дней но вот я думаю там примерно так вот ну ничего вроде контора серьезно посмотрим ну самое главное конечно это будет еще когда это особенно попаду там посмотрю чё как надеюсь оттуда чуть он запишу скину вот ну ладно дабы лимита не по тяжести видео скажем так если я длинно его сделаю я его вообще тогда здесь здесь хоть есть вай фай но такой чисто условно вот так что ну как-то так дела обстоят вот ну наверно на этом все надеюсь что мы еще увидимся пишите в комментариях чё как я говорю вот в такой роли вообще никогда не видел но приходится приходится лишь бы ну оставаться с вами на связи ну по части технической можете мне особо ничего не писать потому что я улучшить ничего я не смогу ни качество видео не звука если могу громче и там тише сделать по-моему это оптимал если рассинхрон есть звука с видео но тоже извиняйте я думаю будет рассинхрон вообще не тянет мощностями своими может все это свести в одну дорожку так что ну вот так вот в таком варианте с вами был как всегда скудер точнее не как всегда но но был скудер поверьте я скудер на то я то есть то я все эти видео для этого делал вот в общем надеюсь я свои рожей вас не разочаровал думаю сейчас повально не будете отписываться надеюсь по крайней мере на это вот хотя может быть кто-то и обрадовался что моей рожи вот видео то как раз прохождениях и не было то бы там ну кого-то может я бы и шокировал ну в общем ладно комментируйте ставьте лайки хотя нет лайки наверно не ставьте пишу зачем тут лайки ставить бред какой-то ну комментируйте в общем не почитать будет интересно приятно особенно когда пройдет месяца два сейчас я еще не адаптировался новым каким-то климатическим условиям скажем так вот а кстати еще еще две две секунды насчет погоды погода здесь практически такая же как приморье но это скорее я говорю для моих зрителей кто из приморья как я вот я для них говорю привет треш-парвоз вот погода такая же я думал здесь будет блин минус 40 но нет здесь принципе климат такой же как у нас приморье на севере говорят ну сахалицы говорят да там жуть полная там чуть ли не вечная мерзлота минус 40 медведи ну все как полагается как у нас в россии да везде малалайки матрешки ходят со снегурочками пьяные вот и минус там до 40-50 здесь нет вот так что мягкий климат ну на этом все ладно теперь уже точно то действительно уже слишком долго я базарю всем пока надеюсь еще увидимся услышимся все пишите комментарии лайки можно не ставить все с вами был скудр всем пока пока